Накануне вечером на Рязани обрушился ливень в отдельных районах города с грозой и градом. За вторую декаду июня выпало две нормы осадков и практически целая месячная норма с начала лета, рассказывают региональные синоптики. На этой неделе влажность воздуха достигает от 70 до 90 процентов, поэтому даже температура в 25 градусов ощущается как сильный зной. В понедельник вечером к нам подошел один из таких очень насыщенных водой облачных кластеров. То есть мы наблюдали интенсивный ливень и местами по области порывы были 16 метров в секунду, в Рязани 14. Но имейте в виду, что вот эти шквалистые усиления ветра, шквалы как таковые при прохождении грозового облака, это не совсем тот горизонтальный градиентный ветер, к которому мы привыкли. То есть это холодный воздух опускается сверху и, доходя до земли, растекается в разные стороны. То есть достаточно неподходящего угла какого-то дерева, вот как оно растет, чтобы вот этот поток воздуха обломал ветки, повредил там провода машины. МЧС напоминает, что во время грозы нельзя стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач и деревьями. В идеале переждать непогоду дома. По словам гидромедцентра, опасность попасть под ливень у рязанцев есть еще и в четверг. Пятница, впрочем, местных жителей приятно удивит, уверяют синоптики. В пятницу уже погода будет преимущественная без осадков. Сейчас вот над нами кружит циклон, он немного отойдет на север, поэтому у нас в пятницу будет небольшая передышка. Но, к сожалению, с пятницы начнется похолодание. То есть сегодня к вечеру мы ожидаем прохождение холодного фронта. Соответственно, температура немного упадет, заметно посвежает. К сожалению, станут прохладными и ночи. То есть днем мы уже ждем температуру не выше плюс 23, а ночью температура может опуститься до плюс 11. К выходным, по словам метеорологов, дожди прекратятся, и горожане смогут насладиться солнцем. Правда, небольшие осадки и грозы возможны, но, судя по прогнозам, они будут кратковременными. С понедельника начнется постепенно опять теплеть. Все ж таки июнь, у нас, да, какое-никакое лето, поэтому постепенно будет снова теплеть. Ну, 30-ти градусной жары пока на горизонте не ожидается, но все может быть. По народному календарю 18 июня отмечается День Дорофея. На Руси считалось, что с этого момента начинаются самые короткие ночи в году – воробьиные. Также в этот день расцветает сон трава или прострел. В соответствии со своим названием она навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. На этот счет даже есть поговорка – «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».